Продолжим наше путешествие и видосик запишем заодно. Очень, очень нужный и важный видосик. На тему прикладная диагностика. Ставим режим радара. А туда ближе к Москве надо поставить навигатор. Мотор от винта. Это хорошо. Заработали парктроники. И я отчаливаю от славянки. Смотрим. Аккуратно, внимательно. Иду, иду. Я обычно говорю по навигатору. Ну что, проезжаем? Проезжаем. Итак, человек, ведущий здоровый образ жизни, если он не глупый, он должен постоянно осуществлять три вида самодиагностики. Первое. По паразитам. Сразу же скажу. Вот, говорят, там, начнешь там с вилочной пищей питаться, то есть растительной, и все паразиты там повыскакивают. Стоп. Стоп. Паразиты приспособлены для обитания в конкретных видах животных. Например, лошади. Они не едят мясо. Они питаются, вот, дикие лошади, той пищей, которая им положена. И в то же время есть паразиты. То же самое у слонов, то же самое у овец, то же самое у разного рода животных, как глатоядных, так и растительноядных, имеются паразиты. Дело в том, что вот этих паразитов держать на минимальном уровне. Мир заражен, окружающий нас мир заражен этими паразитами, которые только их ждут, как бы, поселиться в нашем организме. Так вот, их-то надо держать на минимальном уровне. На минимальном уровне. И это касается, вот, диагностика по паразитам. Не просто червей. А это касается грибков и бактерий. Поэтому очень важно вести эту диагностику. Заражение у нас происходит постоянно. И вовремя принимать те или иные меры, там, противопаразитарное лечение, профилактическое или еще там, специально для того, чтобы вот эту опасность ликвидировать. Далее, что у нас происходит? У нас имеется индивидуальная конституция. Диагностика по индивидуальной конституции. Жизненные принципы. Три жизненных принципа. От различных жизненных обстоятельств. А именно, изменение погоды, изменение питания, изменение двигательной активности, изменение образа жизни. Приводит к тому, что они начинают выходить из равновесия. И это сказывается тем или иным недомоганием сначала. А дальше, если это ничего не делается, то есть вот, рецептик мне, чтобы это не болело. Таблеточку. А ведь вот то, что начало болеть, это первоначальный, можно так сказать, диагноз. Хотя до этого тоже есть ряд признаков, что вы идете не в ту сторону идете, товарищи. Которые надо вовремя замечать и не допускать до боли. Не допускать. А если уже появилась боль, то, естественно, она уже конкретно будет указывать, что, что и как. То есть, регулировать это, опять-таки, в течение всей своей жизни. Потому что жизненные принципы меняются от рождения до старости. Сначала преобладает слизь. Далее, в зрелом возрасте это будут желчные проблемы. И, наконец-таки, по старости все больше и больше начинает нас донимать. Жизненный принцип ветросухости-холод. Вот, этим делом надо заниматься. Постоянно, постоянно. Меняется, вот, будем говорить, время года, меняется возраст. Все меняется. И все эти изменения отражаются в нашем организме. И, наконец-таки, диагностику надо делать. И она также постоянно делается. Это ваше духовное и психическое состояние. Можно даже так сказать. Вот тут различные есть толкования. Вот, душа, дух, психика, там, эмоции и прочее, прочее, прочее. Будем так говорить. Духовное состояние – это ваше мировоззрение. Ваше мировоззрение. И самые большие проблемы у человека возникают, когда он живет с определенным мировоззрением. Ну, допустим, вот в нашей, там, советской стране, как жил Матвеев, который режиссер, актер, снимал фильмы, там, и постоянно… Постоянно играл такие роли, которые советскую власть, там, показывают, там, коммунистам ухрепляют, что там такое. И на тебе, то есть определенное было мировоззрение, на тебе меняется строй, Советский Союз разваливается, все меняется. И человек, который, ну, Бог говорит, своей жизнью, своими фильмами пропагандировал одно, оказался, что сейчас совершенно иное. Из-за этого он затасковал и умер. Я такое слышал, правда, это неправда, но я такое слышал, что вот он как раз за время своей работы в Советском Союзе, в стране Советской Союзе, он скопил хорошую, там, сумму денег, там, что-то, там, 20 вольт можно было купить. Это очень большие деньги. И что, мол, вот, выйдем, там, на пенсию и заживем. То есть вот эта сумма была, там, накоплена, все там такое. Потом только трах. Россия, вернее, Советский Союз разрушился, появилась Россия. Ряд дефолтов, и все эти накопления стали бумагой, стали бумагой. И вот у человека, что ж, что ж, он, будем говорить, вот, рассказывал, показывал, а итог вот такой вот оказался, бесчеловечный. Ему просто не захотелось жить. Это часто бывает. То есть это проблема по мировоззрению. Они самые серьезные. Так, у нас очередная оплата. Московская область. Подъезжаем. Оплата, оплата. Деньгами. Деньги давай. Так, а где у меня этот, этот, кошелек мой? Где у меня этот кошелек мой? Ага, вот этот кошелек. Потихонечку подъезжаем. Так, сумма 210, 200 и 10. Так, сумма 210, 200 и 10. 210 кормованцев до Москвы. То есть мировоззренческие, духовные проблемы связаны с пересмотром всей своей жизни. Вот жил ты так, кстати, Московская область. Сейчас вот езжаем. Самая дорогая дорога Московской области. И оно у тебя, будем говорить, вот в голове не укладывается. То, что было раньше, то, что было сейчас. И человек, если человек не перестраивается, то, как правило, это является сильнейшей проблемой, приводящей к тому, что жизнь его сокращается. Болезнь, жизнь. Вот. Либо другой пример. Вот. Была семья, к нам поближе. Семья, кто-то из супругов умирает. Если человек перестроился, он понимает, что он не может вернуть этого близкого человека. И это жизнь, рождение, жизнь, смерть, это нормальные явления. Их надо воспринимать нормально. Рядом человек, радуешься, живешь с ним. Нету человека. Ну нету, ты же его не можешь, верну назад. Значит, надо искать, и это называют другие якоря, с помощью которых ты начинаешь жить. Дальше жить. Это пример вот как раз духовности, мировоззрения. Если если человек вот я как сам себя анализирую, это вот в этом вот сначала надо устояться, в мировоззрении, как жить в этом мире, как действовать в этом мире. Это самое главное. То есть вот это духовные проблемы. Камера на 90, 800 метров. Далее идут психологические проблемы. они больше связаны с жизненными ситуациями, которые тебя волнуют, не волнуют, то есть с твоим эмоциональным состоянием. К эмоциям, которые также каждый день у нас меняются. Надо относиться соответствующим образом поддерживать у себя вообще состояние радости. Небольшой такой радости. если на духовном уровне, мировоззренческом, это поддержание в себе некого довольства. То есть чтоб ты, несмотря на то, что богатый ты, небогатый, там, здоровый, там, больной, чтоб у тебя было довольство. Довольство. тем, что ты имеешь. Если ты недоволен тем, что имеешь, то есть огромное количество способов это изменить, чтобы стать довольным, чтобы чувствовать себя довольным. Вот это очень важно. Это, я считаю, основное в духовности, в мировоззрении быть довольным то, что ты имеешь. Недоволен? Значит, сядь. Камер нет. Правильно. Посиди хорошенько и подумай, а что надо сделать для того, чтобы изменить свою жизнь и быть довольным. что надо сделать. Думай головой. Вот это основное, я считаю, это духовность. И мои знания, как правило, прикладные, которые прикладываю именно к себе и убеждаю, что они действительно работают, работают так, как я об этом вам говорю. Далее идет вот этот уровень эмоций. Слово эмоция означает в переводе волновать. Что вас волнует постоянно там? Кто-то вам на пятку заступил, кто-то меня обогнал не так, как надо, какая-то там пробка, что касается дороги, что-то ты там съел не то, что-то там одел, тебе там что-то жмет и так далее. Это начинает тебя раздражать, волновать. То есть здесь именно кладбище. покойтесь с миром, я вас помянул, а вы мне помогите. Это особый магический прием в взаимодействии с тем миром. Я вам демонстрирую. Я его использую. Покойтесь с миром и помогите мне. Я вас помогил, помянул, а вы мне помогите. Все. Аминь. Так, вернемся к эмоциям. Они нас волнуют постоянно. Так вот, чтобы вот это вот волнение, волнение, опять-таки, которое нам приносит жизненные ситуации, возникающие ежедневно, ежечасно, мы воспринимали правильно, чему нас хочет научить эта ситуация. Не отвергать ее, как, знаете, как пищу, я ее не перевариваю, а принимать ее, и тогда у вас и пищеварение заработает так, как надо. Отвергая что-то в уме, вы отвергаете кое-что и на плане уже физическом. Так, значит, это, это такое, должно быть радостное состояние. вот радость, когда в организме, вернее, человек испытывает радость, это говорит о том, что энергии в организме чуточку больше, чем в норме. И за счет этого, за счет этого, физиологические процессы работают нормально. У нас определенное количество энергии. Эту энергию, жизненную энергию, которая вырабатывается с духовного уровня. Да, вроде бы, там, что-то мы через пищу берем, есть такой момент, но основное, то, что строит наше тело, жизненная энергия, она берется от духа, от Божьей частицы, которая великая и любящая под названием Бог, нас наделила. То есть, мы являемся по своей сути не просто Божьими тварями, а мы являемся, вот, больше сказать, сынами, дочерьми Божьими. Мы являемся такими же, вот, можно быть тварью, а можно быть творцом. Это разные вещи. И вот себя, будем говорить, ощущать в виде творца, что вы маленький творец, творец своего организма и творец даже вот окружающего вокруг вас пространства. Это очень такая интересная мысль, которая явная, которая вот вроде бы вот тут, но ее никто не хочет особо занимать, принимать и работать с этим. Так вот, наше эмоциональное состояние, в зависимости от того, что приносит нам жизненный поток идущий вот нам навстречу, мы это должны правильно воспринимать, переваривать и в процессе этого меняться. То есть, если нам ничего не будет приносить это встречный поток, мы будем, мы не будем духовно расти, мы не будем трансформироваться. Ведь все, вот, вся жизнь сплошная, сплошной урок, который нам нужен для того, чтобы мы за счет этого росли, развивались, становились сильнее, чтобы мы как-то становились по-настоящему творцами, то есть, из простой тварей, созданные творцом, вырастали сами в творца, облагораживая себя в первую очередь, и во вторую очередь вокруг нас, вокруг себя. это уже тоже несколько бюро воззренческая вещь, но тем не менее, вот, значит, должна быть на психическом уровне должна быть радость, вот, радость от всего, что у вас совершается, чтобы к этому правильно относиться, чтобы к этому быть таким разумным человеком, вот, это тоже надо контролировать, и это входит в понятие здорового образа жизни, контроль над своим психическим, психологическим, духовным, мировоззренческим состоянием, чтобы это у вас было. Вот, мы с вами разобрали три составляющие, вернее, три диагностики по паразитам, камера на 50 метров, далее, мы разобрали по жизненным принципам, которые надо менять, и мы с вами разобрали по психологии, все это должно контролироваться. Теперь, с чего начинать? Вот, смотрите, пост ДПС, ограничение 50, 500 метров. Особенно вы вот начинаете только заниматься, только заниматься, вот, допустим, мы слышали меня, с чего начинать? Начинать необходимо в первую очередь сначала с нормализации жизненных принципов, чтобы вы почувствовали, что у вас энергетики достаточно. Именно нормализация по жизненным принципам обеспечивает вот эту энергетику, далее, чтобы у вас было довольство. Вот эти вещи спокойствие и довольствие. Довольство, довольство, понимаете? Довольство подразумевает некую радость. Как только вы вот этого достигли, теперь, ориентируясь по внешним признакам вашего организма, начинать работать над искоренением гноеродной инфекции, как правило, прыщи какие-то идут, над искоренением грибковой инфекции, это, как правило, молочница, немолочница, язык обложен, в животе бурлит или не бурлит у вас какой-то стул. Почему? Если начинать с паразитов, то можно вот так вот, вот этими всеми как правило, усиленное применение вот этих вот противопаразитарных средств, оно, ну, смотря сколько, в какой дозе вы все это используете, вызывает превозбуждение жизненного принципа ветра, потому что надо, как и очищение организма, ведь надо расщепить и вывести из организма разную ерунду. То же самое делает и голод. камера 210-700 метров. проводить, понимая все вот эти вот фазы голода, как самого голода, так и выхода из голодания. Что с вами происходит? Потому что мой хороший знакомый по гирям, вот он обратился ко мне что делать, а ситуация была такова, что он разводился, он потерял ориентиры, он потерял вот как бы желание, ну, желание вообще вот, раньше семья, там, дети, вот как-то он там все это вот цепился, а тут как, как вот, 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 как перестроился, это какой-то процесс, депрессия. Как выйти, вот он у меня спросил, в то время, когда еще вот эти вот не владел, говорю, ну, поголодай, вот оно способствует этому. и он на фоне депрессии начал голодать, и при этом, вот, я ему сказал, ну, а он спросил меня, а до какого срока голодать, ну, как появится голод, то есть, я сказал по-писанному, вот, появится чувство голода, значит, все, выходишь, но это по-писанному, это для человека, который здоров, и вот он решил просто-напросто так, максимально поголодать, тогда где-то это писанное работает, а если у человека депрессия, ему уже не хочет там ни, ни, ни есть, ни жить, и вдобавок еще голод, ему тоже все равно, что голодать, что не голодать, что это там, проголодал, говорит, что-то там полтора месяца, чувство голода не наступало, вес ушел, далее восстанавливается, а, а как правильно восстанавливается, вот это он не спросил, просто-напросто его несет, вот все, что после большого голода, как правило, получается так, все, что человек не съел, он просто-напросто в пережеванном виде прогнал через себя и выбросил, в пережеванном виде, не усваивается, здесь надо постепенно, особенно, после таких длительных сроков голодать, и за малым он, чем-то было, не умер. Вот то, что считается обыденным, обыденным, как говорят, вот, перейти там на вегетарианство, а, чтобы перейти на вегетарианство, а тем более на сыроедение, у нас разная мощность пищеварительной системы. Для того, чтобы быть сыроедом, надо иметь достаточно мощную пищеварительную систему. Если у вас ее нету, то вот эта вот сырая пища, либо надо очень долго к нему готовиться, либо же просто-напросто вот оно не для вас. То есть, вообще-то, если правильно постепенно подходить к любому там виду там сыроедения, там еще там голодания и так далее, то все получится. Но если не понимая резко что-то так вот перейти, то далеко не всегда это получается. Это надо знать, понимать. Все мы разные. и вот как раз с учетом всего этого вот здоровый образ жизни это как раз я уже повторяю подразумевает, что вы свои жизненные принципы держите в идеальной для вас гармонии или близко к ним. от этого здоровый у вас энергия далее вы духовно уравновешенный то есть вы приняли этот мир вы считаете что он ну пускай не справедливый но но такой он есть и вы его приняли и вы там вписались в него и вы понимаете что все что вам не приносит жизненный поток это для вашего же развития и наконец-таки себя диагностируйте по паразитам особенно это надо делать у детей потому что большинство болезней особенно паразитарных хронических развиваются на из буквально таки грудного возраста и уже там в зрелом старом там такое что вот этого тоже надо делать что касается диагностики по паразитам я рассказал есть видео подробно что касается диагностики по жизненным принципам и регулировки есть литература как работать жизненными принципами и в основном это только у меня литература ясно понятно вот в основном есть еще там по идее но там не столько прикладное я стараюсь чтобы все это прикладное и наконец таки психология она опять таки должна быть прикладной чтобы вы понимали в первую очередь понимали сами себя почему вы такой почему у вас такие черты характера почему у вас такие наклонности как с ними работать почему у вас такое мировоззрение чтобы вы приняли себя и вы приняли вот этот вот мир в котором вы находитесь что так это как это